это мой last journal татьяна салмана мактум сэйфудин 19 часов 7 минут 27 июня 2020 готовы себе такой ужин как парижах так скажем по времени конечно это ужин но у меня это такой поздний завтрак сейчас вам покажу ведь на улицу ведь на улицу мои квартиры сейчас положу макарошки вариться положу макарошки вариться помою тарелочку я уже помыла сейчас помою часть посудки посуды у меня грязная посудку нужно мыть посудку нужно мыть макарошки я вчера купала магазинчике призма рима макарошки вчера купила магазинчике призма рима сейчас двое макарошки сейчас тарелочку макарошки вариться сейчас лилочку лилочку-ножечек лилочку-ножечек помою дочку помою Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры DimaTorzok 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 Войн чай, двумую чашечку, полосу чашечку, статянка ломанна мактум, сейфудинг ря. Просто красотень, просто красотень. В общем, такой пейзаж, пейзаж. Васенька такой на балкончик. О, Васенька там покакала, пряж посредине. Ох, блин. Смотрите, Васенька там уже покушал яйцо и уже покакал. Васенька там уже успел покакать на балкончике. А только балкончик мыла тут, когда Васенька уже успел покакать. Ох, да, Васенька. Васенька уже на балкончике покакал. Это я себе приготовила такой поздний завтрак, как в Парижах, свежая помидорка, яйцо, макарошки, яйцо куриное вареное, макарошки вареные, так что вот, подсолнечное масло, виноградный уксус, чай заваривается, сейчас буду кушать. Сейчас буду кушать, приму таблеточку цитрамона, таблеточку цитрамона, ну, в общем, этот, Рудок опять звонил, давление у меня поднялось, понимаете, вот это звонят, звонят через день, звонят через день, так что вот это видео я загружаю, это видео я загружаю. Так что вот и такие вот дела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И тут подростковый клуб, который я хотела, так там официально подростковый клуб, вывеска там, подростковый клуб, с правой стороны, Сбербанка. Это доходило от моих 26 лет до 31 лет. Субтитры сделал DimaTorzok А так вообще с 26 до 31 года я искала себя через брачное агентство иностранного мужа. Так что вот. Так что вот. Ну, редко там у кого останавливалась дома, а так в основном гостиницу. Покупала туристическую путевку. А также вот по туристической путевке, таким образом, я ездила в Италию. В Италию помню мой день рождения, отмечала в этом, в Венеции. В Венеции. А вообще я была два раза в Венеции. Один раз я была с этим итальянцем, а другой раз я была со шведом итальянцем, имя и фамилия которого Эдди Том. Которого было уже за 40. Такой итальянский нос, худоватый, где-то метр восемьдесят, чуть повыше. Слыченный, такой лысоватый. Вот воду очень мало на голове. Венеции. 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 Так вот мы с ним путешествовали на его машине из Швеции аж до Парижа и обратно на машине. У меня, знаете, были такие босоножки черные на танкетке. Черные босоножки. У нее вообще очень много было темной одежды. Черные брюки, черное платье. И вот мы поднимаем на пьянку. Продолжение следует... 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 А запись? Ну, в общем, записи это и нет. Ну, нет, она там работает, как бы, в комнате. На кухне. Вот я на кухне кушаю. Ну, да. Нет, нет, я кушаю, а мы ее сгланили, я в любом комнате. Господи, большое. Ну, ну, как мои дела? Да, вот она. И сразу долго звонили, и опять почти каждый день звонят. Так что вот. Ну, там авторопедчик заплатил полгода, заплатите, там, как обычно, я там на видео не засняла. Так что вот. Ну, и Басенька сейчас на балкончике покакал, да, Басенька? Ну, да, я вчера балкончик помыл, а я опять я покушал, вторую покакал. Ну, да, Басенька вот такой, там бельцо покушал, на балкончике покакал. Зато он, знаете, как шелкок хорошо работает, для него можно порадоваться. Да, Басенька? И лег отдыхать. Ну, вот, а так, конечно, тут и там гулять ходила, и вчера ходила в магазинчик. Вчера ходила даже в Притму, вот, и в Семи Шагов ходила, вот. Вот, и сегодня тоже ходила в Пять озер. Шторм? А-а-а. М-м-м. М-м, понятно. Хорошо, хорошо, спасибо. Так что вот, имейте в виду, Василия Варияновичу знакомый прислал на его телефон на такой смс, что штормовое предупреждение. Имейте в виду, что если вы хотите выйти в яхте, в открытое море или куда-то там, то вот штормовое предупреждение. А-а-а, сказали, окна закрывать. Вот, чего, окна закрывать. Продолжение следует... В общем, вчера, вчера встретила такая еду, в магазинчик тебе мешал, смотрю, это ИСА идет, в общем, спрашивала, как котеночек, смотри, там-то кошка на нее, я же говорила, там, одел на кошку, кто-то там одел на кошку этот, я говорю, а еще, кошка-то в ошейнике. Он говорит, против блок, против блок, и так ваш котеночек, приходите, говорит, здесь, говорит, гуляйтесь, не гуляйте, я говорю, ну, в сумочке, я гуляю с ним на улице. И так я его не отпускаю, а пусть, говорит, побегают вместе. Я говорю, а второй, это тот котеночек, где он, говорит, ну, там, бегает, бегает, говорит, вы говорите. Ну, сам Пак был очень интересен, в пяти метрах от этого, по дороге, вот мы с ним разговаривали, в пяти метрах. Шел полицейский по дороге, ну, туда, по направлению, как-то, от долгодемной, по шансу везет. Ммм, а сегодня стояла машина инкохрана. Инкохрана около пяти озер. Кстати, уже газовала, она газовала. Я прошла мимо этой машины. И когда я вошла в пять озер, из пяти озер выходил мужчина, один, по типу, наверное, такой молодой человек. Знаете, на кого похож? На Владимира был похож. Который ко мне зимой приезжал. На Владимира был похож, молодой человек. Я так понимаю, что он был из этой инкассаторской машины инкохрана. Обычно такие по двое ходит, да? Это был один. Могу, конечно, ошибаться. Ну, в смысле, что он за этой машиной, знаете, как-то не приглядывалась, так шла, и, в общем, как-то вот он, ну, как богом попал. В смысле, вот так посмотрела. А вчера, когда выходила в магазин, здесь мимо нашей парадной шла женщина, которая кассиршей работает в призме, в летнем платье, и туда шла. Она, наверное, может, в этом доме живет или дальше. Она, наверное, может быть, в этом доме живет. Видео загружалось, уже загрузилось. Вот так, конечно, нужно принять таблеточку цитрамона. Вот я приму таблеточку цитрамона. Голова практически у меня болезнь не прошла. Да. 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 В общем, видео 2 часа 30 минут. Сейчас я его отбрендюю. А вообще, конечно, как пишет книжка Наталья Правдина, Наталья Правдина, нужно, знаете, любить себя. Да, Васенька, любить себя. А ты вот взял, опять на балкончике насрал. Мой красавец. Мой эксклюзивный. Так, Васенька, мне нужно там макарошки взять. А Васенька уже пристроился. Он пристроился на ручках. Ну, в общем. мне показывать скачать какие-то обновления все что такое хорошие купила вчера покорожки за мои наличные деньги кстати я заплатила без сдачи с копейками копейки сдачу от мелочи заплатила мелочи за макаров это 18-19 рублей . у меня здесь чеки вкусные макарошки хорошие самое главное варить аль денте 19-90 вот такие вот дела лариса анатольевна кассир двадцать шестое 06 20 22 42 сделаю покупки пачку макарон купила и кстати как сейчас помню когда мы с эдди томсом на машине уже он говорит вот венеция венеция и в общем я даже и не знала что это венеция прям в воде понимаете прям в воде мы с ним подъехали на машине он где-то дальше на машине нельзя дальше потому что там в общем я была так удивлена не говорю да говорит да я даже эти вот мои только там когда мы путешествовали когда это было мне было лет двадцать девять двадцать девять а вот а дальше только вот на такие вот кораблики ходят на кораблик только дальше можно сам центр этой венеция я была очень искренне удивлена такой мужчина итальяне даже даром и штука была макароны делали спугей и длинное тесто сам делал макароны для меня сделал спагетти сам лично представляете сам лично делал эти спагетти длинные у меня такая маленькая кухонька была маленькая кухонька знаете как входите в высокий этаж поднимаетесь на этаж квартира справа квартира справа входит небольшой коридор короче спальня прямо направо комната гостиная гостиная из в этой гостиной справа небольшая кухонька совсем маленькая и кровать знаете у него в спальне кровать стало как входите в спальню кровать стояла посреди посреди как справа стенки как крок правой стенки из изгодка взголовью двуспальная кровать низкая двуспальная кровать представлена как говорится спинкой к правой стенке и как чаще как сейчас помню знаете по моему знаете вот это экологически дерево из березы знаете у него березовая спальня была куплена могу ошибаться могу ошибаться много лет прошло и и и и и В общем, ночью мы ночевали в разных отелях. Днем мы ехали на этой машине, смотрели города, достопримечательности. Продолжение следует... Ну да, где-то работает там в Америке юристом мужчина, который приезжал, когда мне было лет 26, 27, 27 лет. Представляете, это было 20 лет назад. 21 год назад. Он приезжал туда, в Санкт-Петербург, от Форнефея. Молодой, симпатичный, стройный. Ну, лет 35. Темненький, стройненький. Не очень высокого роста. Ну, такой нормального роста. Темные волосы. От Форнефея знакомится с русскими женщинами. От Форнефея приглашала девушек на встречи с американцами. Я помню, что он мне прислал вот сюда на комендантский большой, шикарный букет роллс. Ну да. И было это 20 лет назад. Смотрите. Значит, он знал мой адрес. Потом он юрист. Это что, моя квартира? Ну, вы понимаете, да? Когда от Форнефея мужчины приезжают, там какое количество женщин, девушек, у них глаза разбегаются, остановиться на одной, в общем, особо не представляется возможным. Хочется встречаться и встречаться. Поэтому, ну, букет он прислал, и как бы на этом все, мы по тем временам вообще жест такой. Рост много было. Не знаю, может, 25. Большой букет. Большие розы. Красные. Большой, шикарный букет роз. Большой, шикарный букет. А был еще один мужчина из Австрии. Я в Австрии, кто-то никогда не была, из Вены. Из Вены он фотографию прислал, такой, знаете, рядом с шикарной машиной. Ну, мужчина лет 50. Лет 50, такой полный, с пузом. Вы поняли, да? Лысый, такой мужчина. Ну, шикарная машина. И он мне прислал денег, чтобы я приехала к нему в Вену. Так вот. Это был единственный мужчина, который мне потом написал, что, в принципе, если я к нему приезжать не хочу, то деньги я могу взять себе. Вы понимаете, да? Вот, если вы мне его покажете, я, честно говоря, не узнаю. Я даже не знаю, как его найти. Потому что, конечно, вот таким мы этим, когда ему 20 лет назад, если ему 20 лет назад, и даже больше было 50, значит, ему должно быть 70, как минимум, если не больше. В общем, как-то вот так. Но чем он меня удивил, щедрости мужчина? Я бы вообще сказала, если бы я так суперски разбогатела, я бы тоже, знаете, вот как-то, вы понимаете, да? Я бы вам прислала подарок. Ну, да. То, что щедрость, я его помню. Он так и написал. Ну, он как-то потом уже понял, что, в общем, как-то вот это... Он и так и написал. Потому что приезжать, в общем, не это. В общем, как-то вот это. Это для тебя подарок. Вы понимаете, да? Он был единственным. Только найти по этим вообще приметам, вообще, знаете, мало ли, где-то же его имени не помню. Вы понимаете, Вена, Австрия. Может, Вена, город маленький. Говорят, какой-то шикарной машины. Но это может быть кто угодно. Как его узнать? Совершенно вот это. Ну, вот видите, вот помню. Вот когда я начинаю вспоминать, иностранцы, вот эти иностранцы, незнакомцев, всегда я вспоминаю добрые слова. Правда. Думаю, ну вот это надо. Ну, правда, нужны были деньги. Правда, нужны были. Это она начинает вспоминать, думаю, ты как вспоминаю его, и думаю, вот это же, вот, единственное, из тех, в общем, как-то вот так вот. Я думаю, а что хорошего? Ну, вот это вот, вот это вот хорошее. Каждый мужчина, если как-то я вообще как-то вас это определю, найду, найду, вообще, в принципе, я собираюсь зазнакомиться, у меня был в друзьях Натаниэль Ротшильд, Натаниэль Ротшильд. Так что вот имейте в виду, что если я вас как-то найду, понимаете, вот вас найду, вот, собираюсь зазнакомиться лично с Натаниэлем Ротшильдом, и вас уже познакомлю. Так что вот. Ну, это я так. Ну, это так все сложно, понимаете, я вас найду и тем, в общем, как-то вот зазнакомлюсь. Так что имейте в виду. Если он мне скажет, знаете, Зази Алмана, там это приезжает или мы здесь, знаете, какой-то фурше, там еще что-то, я вам сразу свистну, имейте в виду, я буду знать, что это как-то вы, то есть я, кажется, я же не знаю, что так сверты сошлись, вот так вот, ну, вы поняли, да? Это я о чем? Это я о том, что как хорошо вообще, что такое хорошее, как-то, правда, вот, ну, разные были, видите, за 7 лет. За 7 лет много чего там было. Много чего было. С другой стороны, может быть, какая-то такая вот эта подоплека, что если мы как-то через агентство, может быть, не все, не все как бы хотят, чтобы вы знали, чтобы они через агентство с кем-то знакомились, в общем, знаете, мы на них, может быть, как-то не так смотреть будут. Ну, в общем, что сказать? Что сказать вам? Вы поняли, да? Шел вот этот, вот этот, в зеленой футболке, хотела его заснять. Только взяла. Вот он шел, думаю, сейчас я тебя засниму. Взяла только, вот, мой компьютер, развернулась. Смотрю, его нету. Я вообще просто была в шоке, на балконе. Но в это время появился другой мужик. Более худой, другой, более молодой. Также в зеленой футболке, но совершенно другой. С какими-то сумками и по шансу Лизе ходил. А потом, вы знаете, куда он пошел? Пошел туда, вот к этим охранникам, к этому осадю. Может быть, его знакомый. Так что вот. Так что, Наталья Ротшильд, вы не удивляетесь. Если каким-то образом вы там вдруг садитесь в свой самолет, вдруг появляется этот мужчина. Имейте в виду. Я же не знаю. Мы будем его опознавать по красной машине. Он у вас появится. Там была какая-то красная, видите, такая машина с открытым верхом. Он у вас появится прямо с машиной, понимаете? Вы так вот в самолет, а тут этот мужчина. Знаете, мы его как будем опознавать? Знаете, он с машиной, и машина с открытым верхом, без верха. Вот это вот. Какая-то такая дорогая машина без верха. Вот смотрите, там стоит этот мужчина. Вот эта машина с открытым верхом. Значит, это он. В общем, мужчина, что я могу показать? Появились, посмотрели на него, посмотрели, а потом туда. Восвояйся. Восвояйся. Ну, это дело салманной шуткой, как обычный. Хотя могу и ругаться, потому что голова, знаете, голова у меня уходит. Голова болит, он с долг, в общем, это звонит, голова у меня. А как не болит голова? Через каждый день шлют мне вот эти вот смс. Заплатить. А что я заплачу? У меня в кошельке 150 рублей. И там тоже спрашивают, сколько я могу, какое-то фи заплатить за членство Foundation. Я написала, что никакое. Они написали, что так не пойдет. Это, конечно, я нахожусь шучу, но если это как-то по реальности все сделается, потому что по тому мужчину, я, знаете, с ним даже и лично по телефону-то не общался, я с ним по письмам общалась, я его не смогу знать. Опознать мы можем его только, если он как-то каким-то образом появится с этой вот этой машиной, вы понимаете, да, в каком-то таком виде, и как-то предположительно вот это вот. Если у него спросить, переписывался, а, кстати, у него можно будет узнать. Он же деньги послал. Он же деньги послал, сказал, что я могу их, короче, понимаете, что это подарок. Вот у него можно справиться, спросить. Ну, понимаете, это какое-то, понимаете, вот если так вот начинать с этого, начинать какое-то знакомство, к нему будет явно на сцене нарушено какое-то подозрение. Он скажет, непонятный мужчина, который знакомился через брачное агентство. Ну да, я даже не знаю, мужчина, в общем, как-то вот это, может быть, ну какой-то такой бизнесмен, а вот это вот это, через брачное агентство, в общем, я даже не знаю, что ей сказать-то. А иначе мы никак его с вами, не это, а как мы его иначе найдем-то? Да? Имейте в виду? В общем, здесь брендируют 27 июня. Ну что вы хотите, 27 градусов, я не знаю, какое штормовое предупреждение, здесь ветер был, я успокоился, ветра никакого нет, у нас есть вот этот, как называется, штиль, вообще ветра нету, 27 градусов. Думал, отдохнул, понимаете, вот это опять волноваться, Датя Толманова, как вообще вот это вот, ну понимаете, да, через каждый день шлют вот эти сообщения 13 тысяч рублей за электричество, заплатить вот это вот. Должна, да, по коммунальным полтежам 13 тысяч рублей, что я не досмотрела, что я не досмотрела, так и не отремонтировали, так в этой трубе, так это отверстие есть, грязь лежит, там никто ничего не сделал, так что вот, только отверстие кто-то так это прикрыл, а где прикрывать-то? Я наоборот открываю, и отекающую лифт, и здесь закрываю, потому что дворник должен здесь убрать лестничную площадку, пожарники должны привинтить вентиль к этой трубе. А зачем закрывать? У меня звонка нету, туда будут звониться, там люди, может быть, на даче. Кто гуляет, кто на даче, он сейчас лето. Кто гуляет, кто на даче, он сейчас лето. Хотела я сказать, что чувствую себя хуево, но потом думаю, Натя, скажу, что великолепно, потому что с мая чем сравнивать? Если сравнивать ноябрь, декабрь 2015 года, январь, февраль, март 2016 года, если сравнивать с этими месяцами, я чувствую себя просто великолепно. Я просто сравнила. А, сегодня я почти каждый день там встречаю, это уборщик. Вчера, когда я там сделал покупки, Борис, Борис, как? Я такая поднимаю, что-то скала, а он там, кстати, штукой уже, правда, не понравился мне запах. Это машинка, машина он там уже убирал. Ну, этот Борис, он там пылесосит. В конце рабочего дня, там 5 озер, призма, он там вот этот вот эскалатор пылесосит. Так что, я знаю, я с ним тогда знакома, с Борисом его зовут, я вот часто вижу. А сегодня, по-моему, тоже его видела, Борис, такой мужчина, восточный. Вчера я его видела. Потом думаю, мало того, что вот это вот голова болит, так они еще целый день на улице что-то сверлили, какие-то сверлящие работы. Здесь кто-то ремонт какой-то сделал, делал, не знаю, вот это вот, что там такое, по железу что-то там пилили, кто-то ремонт из дырки, или что там кто-то что-то делал. В нашем доме целый день. Нет, наверное, нужно, знаете, вот это йога, тантра-йога на балкончике. Я стул поставлю, это говно кошачье вымою. Знаете, одену купальничек, одену вот это вот ретро, и буду, знаете, себя вот это вот, знаете, жарко, понимаете, жарко. Ну, пойти на газон, вот там как люди, я не знаю. Сегодня, в общем, пойти на газон, лечь там, все-таки, знаете, хочется, когда такая жара, это хочется водичкой, водичкой себя оказывать. Ну, знаете, как называется, на пляже. Окунаешься, вот это вот, весь такой вот это, и на солнышке загораешь. А жарится просто на солнце, так что на балконе. Сейчас сяду, не знаю, уберу там, что это, васян.ком покакал, или стульчик поставлю, или, в общем, сяду там, знаете, вот это вот, с этими споливалками, спрыскалками, и буду себя, знаете, наверное, вот это опрыскивать и загорать, в общем, буду тебя поливать водой, ну, было, загорать на балконе, а что делать-то? Поливаешь себя водой, загораешь, знаете, как, знаете, как на пляже, знаете, искупаешься, лежишь и загораешь. Ну, понимаете, конечно, на пляже хорошо, на пляже хорошо, знаете, вот это вот, на багамах. Ну, что там, мировой коронавирус, вот говорят, пожалуйста, на балконе дышите, открывайте окна, дышите, в общем, это, гуляйте на балконе. Да? Одинокупальничек, буду себя, знаете, вот это вот, водичкой, одну травку поливать, знаете, все, цветочки здесь посадили, немножко это поливаю, немножко поливаю, все сокшее. Там вот трава хорошая. А здесь, понимаете, и перед моим, перед моим вот этим вот, тоже хотелось, знаешь, что-то травка, знаете, как на пиксисырский нурот бунтл коннектик, вот и передовала травка, должна быть зеленая, зеленая. А у меня есть опыт, что была такая зеленая, зеленая травка, помимо того, что ее стричь, ее надо еще опрыскивать, как парик говорит, передвигай, передвигай, когда жара, передвигай, чтобы травка не горела. Передвигай, прыскалку, должно быть много воды. Ну, я и передвигал, полил ты с этой стороны, передвинишь эту прысковую, это вот шланг с такой-то штукой, она так вращается, она так вот запрыскает. Так что вот. так что буду плевать в эту травку то что хочется конечно да вот выйти что посмотрел берем на травку поленая воды там воды не хватает цветочки посаживший как-то поливать надо как-то найти на балкончике все таки когда в комнате сидишь хоть окна на балконе на балконе сяду эти себя водичкой солнца травка и очень как-то вот так вот наверное и голове станет лучше потому что эти все таки свежий воздух считаю что уже гуляешь но в принципе в чем разница на балкон стул поставил или там вот на газоне куда он вышел может быть на году не конечно чуть получше ну не на году никак там пенсионер пенсионер почти рядом с электрической вот это электрическое красным покрашена буквально в 20 метров стучит поставлен пенсионер сидит пенсионер от семидесяти в трусах труселях голый в труселях загорает ну да в этом гулять ходил на газоне сидит пенсионер в таком-то креслице а чё он отдыхает в труселях с таким пузом разделся а еще мужчина мужчина с девочкой мужчина с девочкой в самолете причем то они там играли очень бегали по травке очень люди наслаждаются жизнью люди не сидят дома поэтому люди голова не болит они знают что лето шикарная погода это тебе не зима они вышли на травку вне вне зависимости сколько там лет там с детьми и с внуками пенсионеры взяли стульчик разделись до труселя и сели и там отдыхают ну да это даже бабки не ходили а вы там спросите там трое свидетелей было из этого согласия того мужика сзади было написано согласие это охранная фирма или что там призме они там тоже отдыхали они там иногда две женщины три женщины мужчина он так проще как стоял по телефону с кем-то там согласие было сзади написано на него а я на призме там работают и так прошло наверняка тоже по мужиками ну то что называется проход закрыт маты это что я засняла вот это видео сегодня ночью и его удалила это мы как говорится оставим за кадром да я подумал что это лучше позитивного мышления двигать вы можете так немножко узнать у меня это видео она же транслирует не только знаете там некоторые смотрят я сказал а потом передайте в общем как-то ну вообще для спилберга снимала для спилберга но слишком получилось слишком экшен получился слишком такой экшен получился такой какой-то ну я подумал что ладно такие это все такие роли игра какие ругательные нам с дмитрием егоровым нужны роли агента 007 а я посчитала что этот текст к агент 007 ну как-то агент 007 вообще он не болеет он он на этом джипаре по вот этим дюнам в этих как там как там в песка вертолет летит в этом ему лестницу он хватает за эту лестницу за ним погоня там стреляет у васника отдыхает и он на этой лестнице к этому вертолету вертолет летит а он на этой лестнице там стреляют и в него не попадают но я вам рассказываю те пара агента 007 и фильмы и потом этот вертолет какой-то крыши крыши отеля и он зацепляется за какой-то балкон и туда на ресепшн ходит с золотой картой и такой мне президентский номер этот как-то брачные двоих ну да да золотой карты прям так кидает говорит мне самый дорогой президентский номер люк для брачных ну это дам для врачующих это у него такая знаете вот это при под прикрытием он работает прикрытием а вот он так смотрит самую красивую женщину в этом отеле так и мигает мужик симпатичный мигает ей такое говорит а здесь президентский вот этот вот этот люк ты вообще золотой картой и вообще у нас с тобой в медовом весе заходи короче ну да все за ним погоня погоня ищут ищут его пересказывают и фильмы а эти люди не болеют у них даже пули не попадают потому что это фильма а вы говорите голова болит так что вот ну да как он тут вот это вот дай васенька так что он удивляет что это вчера прошел сделал такое округа я погуляла хорошо так в общем это что вот это было я мне поэтому голова и болит там что-то претендует но претендующих спросить кто это был вот претенд у них туда шла я уже к этому магазинчику перекрестка как он называется по той стране в комендантского за мной шла молодая пара мужчина и женщина и мужчина молодой парень симпатичный чернявый скейт такой скейт на таких роликах он все пытался научиться на этот скейте там ехал и как-то он соскайбил с этого скейта чё там такое за шубы что сзади меня шли потом вперед пошли такая влюбленная пара за ручки держали но про мужчин которые сидели в иномарке около этого продоровского клуба спортивного я вам рассказывать не буду то что они там сидел лишь не против внимания мужчинами там плюнули курили клюнули что еще интересного что еще было такое интересного на 20 часов 23 минуты 27 июня 22 сегодня вообще праздник эти алые парусану как-то они онлайн что посмотреть вообще эти алые парусаны я слышала что они не в реалите а в онлайн как-то как это этот корабль который входит по небе он что онлайн теперь будет входить точно сказать вам не могу что это такое надо за интернет вообще красота конечно две выпускников неделю это мой ностер поэтому онлайн вам окрома крома сзади из-за 20 27 0 20 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 не знаю другие кошки ходят без ошейников а это кошка в ошейнике мне пошла стала жалко короче домом горчи мамочку моего котенка так что вот это имейте ввиду да пасенька мне как-то вот это и жалко стало вообще вас не так на нее похож что они ошейник на ее надели васенька мне захотелось окошечку взятым зачем они на нее ошейник на деле она может ошейником держится зацепиться васи что ты думаешь по этому поводу такая кошечка хорошая мой красавица даже он мурлык отстал ну вы понимаете да сколько там раз было если при этом конечно я в твэринге желанок они каждого пусть и пришла так она больше ко мне придет я что на третьем этаже и столько лестницу ставить а так бы если она кошечка пришла ко мне в гость я в вашейник короче сила с неё конечно на пасеньку ну красавица это не ошейник это фэйбэшная прослушка вы поняли да на кушку на деле это ошейник фэйбэшная прослушка это я уже начала сценарий писать 8-ка сценарий для нового вреда фильма герна на 7 заце вы 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 Продолжение следует... 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 Потом такой завтрак... Голубика, клубника, перемесу... Кондиционеры... Позитивное мышление... Ну и танцами можно заняться... То есть заниматься танцами... да, здесь 27 градусов жары, вы поняли, да? А так, конечно, понимаете, вот эта жара, ну, хорошо, вот это окна открыла, окна открыла, а так вот какая-то там температура, воздуха. Ну, а так, такая аппетитная голубика, вообще там это, фрукты, фрукты, ягоды, и вообще, если такое аппетитное, правда, у них в рыбном отделе так вонял, что-то там не то, мимо рыбного отдела, я прошла так, воняла вообще мимо рыбного отдела. И так, что. Оживление. Оживление. Дисокрит한데 не то, что хозяев. И там эту голову, они note наверное, но веселять к н framedопору, в социей хорошей надежности. Оживление сниж steering охран 1920. Продолжение следует... 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 я собираюсь поэтому я смотрю там даже научить вам как там транспорт пойдет нам неинтересно правда вообще того действовать оперативническое шоу боже мой его пускники в этих масках это протяжении это просто же показывают выпускников с дипломами они подходят с этими масками и 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 Ну а что? Кстати, для сценария, для агента НОН-ЗАЛЬСЕЙ можно написать, вот знаете, кто еще? Дима Егоров. Дима Егоров, я хочу в Голливуде. За эти, за гонорары больше 10 миллионов долларов. И Дима Егоров тоже хочет туда, в Голливуде. В общем, для этого фильма агент НОН-ЗАЛЬСЕЙ напишем так. А что не написать-то? Смотрите, мировой коронавирус, это в каком-то там онлайн-режиме, алые паруса. В общем, Дима, так и напишем для этого сценария. А что не написать-то? В общем, так и напишем. В общем, этот праздник, алые паруса, пройдет в таком закрытом режиме. В закрытом режиме. В общем, Дима так говорит, Дима очень любит, знаете, в Новый Год быть Дедом Морозом, а у него какой-то костюм есть. Жарковато, правда, знаете, для этого костюма. Но там, знаете, вот эти кондиционеры поставят, там он даже делает вам этот мороз, даже для костюмов-то. Так что вот, они, что там за деньги, они вам, что это, что тепло, что кондиционер с холодом поставят, со стихтаном, будет так дуть, что просто вот это вот, захочется вот этот, как-то одеть, короче, вот этот вот. А, кстати, Василий Иванович сказал, что шермовое предупреждение ожидает, даже не поняла. Василий Иванович, а эти алые паруса, которые будут сходить вот в акваторию, там что всех дует? Ну, в общем, это я не знаю. В общем, это я не знаю. Для сценария фильма так и напишем. В общем, эксклюзивно для Дима Егорова эти алые паруса пройдут в акватории, это и не вы, короче, этот парфик, он входит. Ну, как-то вот так. Ну, а что не написать-то? Надо что-то писать. Ну, да, с этими парусами, эти паруса. Это шоу, феерическое, лазерное шоу. Потому что обычно там такая толпа бывает, не пропихнуться, не протолкнуться, там в сто рядов стоять. Если вы первым рядом стоите, вам даже там не выйти будет, в туалет сходить. Там такая давка, там на эти алые паруса только под билетом можно ходить. Или на вертолет слететь на этих. Ну, на вертолете, вам кто не пустит, там закрытое небо, когда эти алые паруса проходят. Вас не пустят, если вы не этот, не из этих, как там называется, не из тех, кто, наверное, заплатили. Хотя, наверное, те, кто заплатили, кто не этому пускают. Бегать дома, мощные мышцы, бегать дома, онлайн-зарядка, стрейч-йога. Вот, чего нужно стрейч-йога. 15 минут в день. Растяжка и расслабление. Знаете, очень важно. Вот эти вот, все-таки, знаете, голова, это все-таки, все-таки, знаете, вот стресс. Стресс, что-то вот это, давление, или там что-то такое, жаркая погода, жара. В общем, конечно, это позвоночник. Это нужно спинку прямо. Это упражнение на шею. Знаете, знаете, чтобы это позвоночный столб, чтобы позвонки были, знаете, все ровненько. Вот это, потом, конечно, шея. Упражнение для шеи нужно делать. И, конечно, знаете, вот, когда если как-то вот сжимают, знаете, эти мышцы, то есть, конечно, знаете, вот это вот расслабление, знаете, вот эта йога. Чем она и хороша? Это определенная нагрузка и расслабление на мышцы, ну, и вообще спирт, что у йога. Да, Васенька? Васи, ну не царапай мне ноги-то, Васенька. Васенька, когда услышал про йогу, Васи, неужели ты меня опять поцарапал? Он сразу прыгнул. Он лежал такой на полу. Как Васенька это услышал, сразу прыгнул. Про йогу, про стрейч-йогу. Васи хочет заниматься стрейч-йогой? Йога-асаны? Васенька знает расслабление, очень сильно медитации. Васенька такой медитации, расслабление. Теперь еще йоги. Йоги, конечно, и для шеи, упражнения для шеи, Васеньке, надо. Эти массажи для лапок. Так что вот, да, йога-асаны. Нам нужно, Васенька, с тобой, в общем, как-то ближе к зарядке. Ближе к зарядке, и вообще будет все великолепно. Улица это хорошо, но нужно, конечно, порядок на балконе навести. И, короче, заниматься все-таки упражнениями. И вот эти, Васенька, на балкончике, а не какать там на балкончике. Ну, вот здесь не пахнет. Там покакал, там все провескивается. Так что вот, стретч, йога, растягивание, растяжка, растягивать мышцы. Правда, упражнения на шею, вращение, вот этими, вращение шеи. В общем, как-то вот это. И, в общем, зарядочка. Хотя бы 10-15 минут в день, и вообще, наверное, все будет хорошо. И не надо, знаете, цитрамон, конечно, вот это. А так, думаешь, потом, потом, как-то вот это, потом, не до этого. А так я очень много лет занималась. Знаете, такой зарядочкой, 15 минут в день. Ну, это кроме ходьбы, кроме йоги, кроме фитнеса. А, так что вот, бэли-дансом, бэли-дансом еще занималась. Да, Васенька? Ой, красавец. Вот, Васенька, как услышал про йогу? Йога-асаны. Васенька уже первый. Так что, Васенька, надо нам с тобой заниматься. Заниматься, в общем, конечно, когда жара, хочется, конечно, вот эта вот жара, хочет, кстати, под душ, под холодный, вот этот, принять холодный душ. И, в общем, конечно, знаете, что-нибудь такое, фильмы посмотреть или что-нибудь вот это. Конечно, знаете, вот это вот танцевать, когда 28 градусов жары. В общем, как-то вы понимаете, да? Ну, а что сделаешь? Хотелось бы клубники, голубики, всего вкусного. И вообще не макароны, а лобстеры, да, Васенька? Хотелось бы лобстер с омарами, вот эту вот клубнику с шампанским, ваннуль с шампанского, лепестки роз. Ах! Да, Васенька, Васи хороший мальчик. Ну, Васи, тебя мало кто видит, там кто-то, это, Васи. Васенька уже сейчас стоит эти ягуси. Ну, эти ягуси с Васей. Ягуси с Васей. Потому что, Бог, я не хотел блох. Но раз у Васеньки нет блох, значит, у кошки нет блох. Так что не надо, вот этот мужчина, эти вот противо, эти блошиные ошейники. А если надо цепить с ошейником, это больше проблем, понимаете, чем вот это, чем какие-то вот эти. А так вот чисто я помыла, чистый котенок. Так что не надо ни про каких блох там это говорить. Да, Васенька? Вот так, я так на нее посмотрела, на эту кошку, ну, просто одно лицо. Так, Васенька, на маму похож? На эту кошку маму такая большая, кошка это такая, такая, какая кошка. Васенька, тоже такой большой, а Васенька, уже такой. Васеньки сколько, три месяца, наверное, три, Васенька? А Васенька, ты посмотри, какой уже большой мальчик. Васи. Ну, как я буду тогда в магазинчик, на ручках в магазинчик? Васи, Васи, тебя не видят. Ты вообще такой вот это, Васенька уже в медитации, супер медитации, тебя народ не видит. У Васенька здесь такой вот супер, супер Васи, чтобы тебя как-то видели. Обратите внимание на Васи. Васи внимательно слушает. Хочет уже заниматься йогой. Медитацией он уже занялся, прям сейчас. Так что ты вот. Йоги Атаны. Он уже так расслабился, расслабился лапы. И самое главное, знаете, вот эта растяжка и расслабление, когда расслабишь все тело. Знаете, как Наталья Прадуна, все нужно как-то напрячь его. Знаете, после очень хорошей такой физической нагрузки расслабить тело. Так что вот. Расслабить мышцы, расслабить. Ну, в общем, конечно, есть различные системы, но профессионалы не знают. Другое дело, что рекомендуют, когда, знаете, такая-то жара. Жара. А здесь, знаете, когда подумаешь, йога Асаны, йога, хочется, знаете, какие-то фильмницы посмотреть, что-нибудь хорошее, а потом думаешь, посуда. Вот поела посуду, тарелку нужно мыть, вообще вся грязная посуда. Полы по-хорошему нужно, конечно, тоже вымыть во всей квартире. Балконы опять грязные. Здесь пока посуду вымышь, все полы вымышь, так взмокнешь. Потом уже есть йога Асаны, знаете, вот думаешь, а, еще йога Асаны. Так что вот, вот оно, в принципе, качество, качество или что там такое. Одно дело, шикарно, дом кондиционера, такой весь на вот этих вот, на этих, жути смуси, всякие вот эти вот свежевыжатые соки, на шикарной машине поехала с кондиционером, в спортивный клуб, там, эти потом, знаете, маникюры, педикюры, прическа, а потом так, ах, уже йога-то занималась, уже маникюры, педикюры, прическу сделала, уже устала, уже устала, уже нужно отдыхать. Ну, в спа, еще отдохнуть в спа, в общем, как-то вот так. А так, знаете, что будут, эти вот тарелки, тарелки, полы, жара, Ростдолг звонит, заплатите вот это, грязь антисанитария, никто там вообще не моет, просто жуть на площадке, там, канализация, уже сколько месяцев, тоже прорывает, там, ну, смотрите мои видео, смотрите, я все это снимаю, то помойка, эту канализацию, там, сдохлые тараканы, вообще, просто антисанитария, а здесь сидишь, готовишь кушать, и должен быть здоров, и наслаждаться жизнью, ну, или иметь такое бабло, чтобы купить себе такое, дуфазен, вы понимаете, это шато в парижах, и туда, куда, шато в парижах, и уже знаете, вот это вот, гулять, и сюда, и там, короче хочется конечно позитиве знаете там у меня написано хочется позитиве так что если захотите там вот это вот то видео которое я удалила прослушали как ну как то вот там потому что эти вот все-таки нужно позитив все-таки нужно хорошего говорить о хорошем вот это потому что концентрироваться на чем-то вот котенок он хочет элитный туалет он хочет новый туалетик хорошим наполнителем и говорит что хочет этих короче кушать кушать лобстеры хочет хороший эксклюзивный туалет с хорошим наполнителем иначе он как на балконе короче да васенька и вообще васенька любит отдыхать покушал куриные яйца сразу покакал не желательно сказала глянчо в принципе это шикардос котенчик покушал покакал причем нормально отдыхает в этом есть большой плюс просто хочет кушать омары лобстеры хоть чтобы у него хороший унитазик хороший белый наполнитель как мотив очки мотивы интересы дабаси там что он будет уже 15 миллиардов лицов стоит где вообще не понял я до 100 15 миллиардов а вот эти штуки у меня этих штучек белых унитазика нету и лобстеров нету я вообще не понял он и на басту васенька ты прекращай бастовать васенька подорожал спасибо не продается карта альфа банка работает сама васи . ком а вчера я опять у этого спросила ну как как вы там назвали второго котенка бобик говорит мне я высушить и говорю что за имя-то бобик я очень хотела сказать хочу посмотреть наверно в каких условиях у вас это второй котенок живет бобик может еще буду на вас вообще жаловаться и возьму вас этого котенка еще не известно в каких условиях вы это знаете назвали бобиком так что вот я помню к этому к детям скажу я помню там где-то одевали это все одевали на мотивочку на мою кошку мотивируется добавьте и на ее этого жениха кота вылечья ошейники или по изборке с промпушкой я только раз снимала ну да это о чем говорит это о том говорит что так сценарий комедуруем всем и и напишу взять что так михаилу подъехали короче и кое-что ему сказали разве с ошейник венаде я сразу поняла когда шейник ты увидела но я вам потом скажу не хочет хочет опозитивный трассе потому что это башка болит маска мой красавец нужно сценарий давай думай а васенька вот что еще скажи сценарий вадима давай что-нибудь думай нам нужно это кошка воду волшебные кошки говорящие нам нужно наших видео деньги большие зарабатывать не будем молчать будем молчать вот это вот и чего он давала себе давай что нибудь говорить кот говорящий в общем короче васенька может нам себя исцелять в общем он тут злился злился когда ночью ночью такой весь такой в этот зерошины бегал был таким ученки короче немножко злился вот и потом забрался метам две простыни две простыни одна такая вот такая двойная и одна забрался под этот простынь там и попал попал этом под кровать по кровати это под простыню так что вот несколько минут там полежал потом это на полу потом уже пришел совершенно спокойный мурлыкающий а вот кусающийся и сказал мне что я там тебя могу короче излечить ну да ну пришел до куда прыгает прыгает куда-то вливать давай говорю с этими кусать меня уже говорю что не надо слиться устанавливать уж бегать говорю идти по полу бегай то что вот и он сразу туда вот вот это потом вот это и пришел такой чем улык и хорош смотрите такой вот это прям медитации замедитировал там для насенька мордилка просто не волшебные на 7 так что у нас еще интересного как может там у натальи правдиной на ее этом если вы уловите ну да понимаете как магия фуншуй даже наталья правдиной советовала если вы ничего не можете сделать фуншуй нужно повесить такое большое такую нашу вывеску большую вывеску у меня украшает все у меня дома хороший фуншуй и все и больше ничего не надо идете мимо этой вывески и понимаете что у вас хороший мой шуй дом я сама лично слышала когда если ничего не можете сделать ни Ни колокольчики, ни зеркала, ничего не изменить, ни направление дверей, ни направление кровати, там вот это, нужно же благоприятное направление кушать. Просто пишите, у меня великолепный фэн-шуй, все. Это будет действовать на ваше подсознание, вне зависимости от направления дверей, короче, всяких вот этих, всего остального, и ничего больше делать не надо. Ну да, так она и говорила. Вот они, инструменты в голове. Мачо-мен. Мачо-мен, комедия. Васенька, что еще, что еще интересного Васенька сказал? Васенька, ну говори, что ему еще интересное, Васе. А, вот что, я что-то помню, я такое снимала видео, больше я-то напишу там, что там-то Хрюша, Степашка. Вы знаете, что Вася на это сказал? Он здесь такое сидел, он сказал, что вот эти вот роли Хрюши, Степашки, ему предлагать не надо, что он крутой бизнесмен. Не надо вообще вот это вот Хрюши, Степашка, спокойной ночи, малыши. Он так и сказал. Я говорю, Васенька, хочешь вот это, будешь Хрюши, Степашкой? А он говорит, какой Хрюши, Степашка, крутой бизнесмен. Что там, он чеки подписывает? Какие-то чеки подписывает этим котам, гонорары какие-то. Ну да, мы в книжке и напишем. Эта кошечка на любви сидит, он говорит, она сидит за большие гонорары. Я говорю, Васенька, там-то кошечка на любви сидит. Так он говорит, она сидит за большие гонорары, я ей уже чек выписала. Так что вот, так что вы не удивляйтесь. Чековая книжка, альфа-банка. Васенька выписал чек. Васенька умеет чеки выписывать, он уже выписал чек. Этой кошки, которая сидела много дней на этом люке. Может, у меня голова и болит. Васенька, надо ей еще выписать чек, чтобы она еще посидела на люке. Может, у меня голова пристанет болеть. Васенька. Так Васенька говорит, вот те кошечки вот эти, а они говорят, они за большие гонорары. Я говорю, там уже чеки выписал. Так что вот. Так и напишем в книжке. Ну что? Ну это, знаете, как называется? Хочу быть такой известный, как Джон Роулинг с Гарри Поттером. А у меня кошки. У меня кошки говорящие. Кошки говорящие. А вообще, таким образом мы пиарим этот Альфа-банк. Да, кстати, собираются открыть счет в Альфа-банке. Перечислить туда 10 миллионов долларов. Пиарю этот Альфа-банк. Так что вот, имейте в виду, пиарю Альфа-банк. Собираются открыть счет, перечислить, чтобы им перечислить туда деньги. 10 миллионов долларов. Собираются получить у них эти деньги. Так что вот. Да, Васенька? Что там у нас еще? Ну да. Ну вот я уже документы подписал, чеки выписал. Чеки ты выписал? Я вижу, что там у них счета. Васенька такой в медитации. Васенька, а что еще Васенька такой говорит? Васенька, красавица, мальчик. Ну ты добыл в происке врагов. Васенька, что ты там еще говорил? Ты предлагали там это, предлагали, чтобы ты уехал, а ты остался? Васенька, когда я тут у тебя там как-то немножко кричала на тебя. Ты говорил, что тебе предлагали уехать? Васенька. Васенька. А представляете, такой мультфильм, истории, вообще-то такие новые чародеи. Такой код Васи, васи.com, выписывая чеки кошкам, которые сидят в далеких. Чековая книжка Альфа-банка. Ну заодно и попиарим этот Альфа-банк. Ну нет, и чего мы пиарим? Альфа-банк. Вот это, сейчас зашлю. Имейте в виду, это видео я зашлю якобы Ротшильду. Так что вот. И Натаниэру Ротшильду. Для того, чтобы они сразу мне выдали бы 10 миллионов долларов. Да, Васенька? Васи. Ну, Васи. Что интересного еще Васи такое говорил? Ну да, чеки этим кошкам. Спасибо. 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 Васи, это ты думаешь или что? Ага, это, знаете, вот эта вот служба, служба охраны, вот эта, знаете, этого Альфа-банка. Она хотела приехать, но не смогла. Так а что ехать-то? Что ехать-то? Это какие-то могут быть вопросы к сценаристам. А сценарий пишу. Вы послушайте сами. Кошка, котенок. Васи.ком. Выписал, выписал чеки кошкам. Выписал чеки кошкам. Со своего счета. Альфа-банка. Ну там есть ли, что это Альфа-банк? Так это из-за этого, что какой здесь нужно вывод сделать? Что я пиарю зашлю эти, если эти видео на Тейнер Ротшильдов. Это я пиарю, вот этот Альфа-банк, чтобы на Тейнер Ротшильд знал, что такой Альфа-банк вообще есть. Так что вот. Какие претензии к сценаристам? Васенька, да? Какие могут быть претензии к сценаристам? Эти сценаристы, они пишут. 13 тысяч рублей из электричества нужно платить. Понимаете? Звонят, я же говорю. Через каждый день звонят. Рост долг. Так что вот придумываю этот. Агент 007 и вообще, то есть, и различные у меня сценарии. Думаю, там какие-то эти, что-то там такое, кто-то ублюдка. И знаете, лучше к какому-то такому, каким-нибудь таким, к какому-то волшебству, интересному, что было интересно. Позитивно и, в общем, нужно придерживаться все-таки такой линии, как бы вот этого. Вот такой линии, как бы вот этого придерживаться. Да, Ватенька? Волшебный. Потому что, ну, это интересно. Это волшебная палочка, чародет, ну-то какой. Вася. Ватенька, мой красавец. Вася. И что, вот, никакие роли вот этой Степашки, Хрюши, он как-то лежал, говорит, какие, говорит, будут я, как, крутой бизнесмен. А знаете, о чем говорит? Что вот он и какие-то роли Хрюши и Степашки, знаете, как роли бандитов не предлагают. А, агент 007 нормально, спасать мир. Вот это агент 007, это положительная роль. Да, Ватенька? Вот эти чеки, крутой бизнесмен, чековая книжка, охрана, да, Ватенька, охрана, охраняют, собственные машины, хамеры охраняют, лобстеры привозят, свежие. Если лобстеры чуть-чуть там полежали, вас уже кеть не будет, кажется, видите, свежие, да, Ватенька? Замените лобстеры на другие. А, вы говорите, Хрюши и Степашка. Какой красавец, да, иногда бывает, такие глаза сделает, бегает вообще вот такой вот, прям вот этот, прям прыгает, вертится, прыгает. И, знаете, может, прям вот это вот, с этими лапами как-то вот это, даже не знаю. Хвост немножко распушил. Вася, хвост распушил. Жалко там, надо вот тебя полным заснять, какой Васи у меня красавец. Ой, этот красавец. Большой мальчик. Ну, кошки, а что, у меня мотив для Фелисы Добаси, потом Проспера, Просветание по-арабски, Проспера 3.ру. Все кошки эксклюзивные, все кошки эксклюзивные. Да, Васенька? Да. Я же вам писала, читайте там мое брендирование. А, больше я сейчас Васенька тебе не говорил, что хотели нам сегодня котеночка. Котеночка подбросит, да? Куда подбросит, Васенька? Так, у чистенький Вася, такая белая шерстка, эксклюзивная, такой эксклюзивный Вася. А, еще мы говорим, что вот с кошечками знакомили. Вот, вот все. Получаю, вот сейчас подоги, Васенька в туалет хожу. Еще посиди, пока здесь на крючке. Все. Хорошо. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот моя книга. DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Так что вот... Субтитры делал DimaTorzok 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 Ох, да! Ну, в общем, да. Позитивный разговор со своим внутренним я. Знаете, это вот, как я писала книгу, Лесия, да я же... У меня же это... Сначала рукописно, потом там вставляла, добавляла, потом это на компьютере, потом это... В общем, сколько там дополнений, вот это. А потом в том варианте, после редакции, после редактирования. То есть такая работа была, совершенно большая и уникальная. Субтитры делал DimaTorzok 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 И повторял эти слова снова и снова много раз, буквально представлял себя уже ангажированным в пару фильмов. Потом спускался с холма, готовый покорить весь мир, думая, предложения сниматься ждут меня прямо там. Просто до меня они пока не дошли. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Получила, оплатила сертификат на 10 миллионов долларов. Вот каждый день говорю, жду мой грант 10 миллионов долларов с наличными деньгами. 70% буду тратить на мою счастливую жизнь. Да. Когда я впервые приехала в Лос-Анджелес в 1981 году, мой новый босс повел меня в высококлассный магазин мужской одежды в Вестпуде. Прежде максимум, что я платила за белую рубашку к вечернему костюму, это 35 долларов в Nordstrom. Здесь же самая дешевая рубашка стоит 95 долларов. Я был ошеломлен и покрылся холодным потом. И еще босс в тот день купил много вещей. И если босс в тот день купил много вещей, то я смог позволить себе еще одну рубашку от итальянского модельера за 95 долларов. Меня занесло так далеко за пределы зоны моего комфорта, что я едва дышал. На следующей неделе, облачившись в эту рубашку, я был поражен тем, насколько лучше она сидит и выглядит, и насколько лучше выгляжу в ней я. Я читала. Это текст на компьютере. Мой американский. Это из книг выписано. Зачем я остановилась? Через две недели, надев ее еще раз, два раза, поистине влюбился в нее. В течение месяца я купил еще одну, а в течение года вообще заменил все свои прежние рубашки. Постепенно, хоть и медленно, изменилась и моя зона комфорта, потому что я привык пользоваться вещами лучшего качества, пусть и более дорогими. Джек Кэнселл. Правила успеха. Просто меня очень интересует. Я просто знаю, как в Перри Максе Уданский жил мой бывший муж. Ну, какие рубашки у него были, какая была одежда. Я просто посмотрела вот эти вот видео, даже не поняла, он этот дом продал или вот этот вот, как говорится, там, где была моя гардеробная, это вот его рубашки, гардеробная, все по порядку, там вот это вот. То есть это его гардеробная. Так что вот. Перри Максе Уданский. Это ваша гардеробная, ваши рубашки? Может быть, это господин Албама? Хотя, по-моему, шутит. В нашей зоне комфорта относятся и рестораны, в которых мы имеем обыкновение обедать, гостиницы, в которых всегда останавливаемся. Марка автомобиля. Знаете, чтоб еще красивенько, еще спинку прямо, ну, понимаете, надо еще, чтобы это же красиво было. В Америке, знаете, когда цвет выставлю, вот это вот как-то вот, ну, и дать еще, чтобы это красиво все было, как-то все красиво. Даже не знаю, так более удобно, было удобно. Будет ли это красиво на видео? Если руки так положу, что это как-то не очень, да, как-то не очень, ну, как-то все служит сюда. Сейчас, значит, так. К зоне нашего комфорта относятся рестораны, в которых мы едим обыкновение, в которых мы имеем обыкновение обедать, гостиницы, в которых всегда останавливаемся, марка автомобиля, в которой мы привыкли ездить, дома, в которых живем, одежда, которую носим, время года, в которое обычно берем отпуск, и тип людей, с которыми общаемся. Если вам когда-либо доводилось проходить по 5-й авеню в Нью-Йорке или Родео-Джайв в Бейброви-Хиллосе, то наверняка и довелось заглядывать в магазины, где вы тут же ощущали себя чужаками. Магазин был для вас слишком высококлассным, вы чувствовали себя там не в своей тарелке. Значит так, Джен Кэмселл, писатель, ученик Наполеона Хилла, ежегодный, доход которого превышает несколько миллионов долларов. Это цитаты из его книги, это у меня выписаны цитаты, и вообще-то, то, что в них некоторые цитаты не вошли, что ты там такой грызешь? А, Васенька эту бумажку грызет, ну ладно. Миллион долларов форум, а, миллион долларов форум, организация, которая занимается обучением желающих стать миллионерами в Америке. Все свои тренинги проводят в отеле, проводят в отеле. Все свои тренинги проводят в отеле Рейс Картен, Валагуна Бич, Калифорния, и отеле Хилтон на Большом острове Гавайев. А также в других роскошных и дорогих отелях, и делают это отнюдь не случайно, а для того, чтобы приучить участников ощущать себя людьми. Также я, так скажем, ну, понимаете, я поставила компьютер вот сюда, ну, я сейчас без макияжа, конечно, такая без макияжа. А вообще, на самом деле, также я вот мои видеосеминары, на видеосеминары записывала, писала, потом, ну, знаете, я вообще их на большие, где А4 формата, листы крупно, и за, так скажем, за видеокамеру, чтобы я прямо смотрела, не боком, вы понимаете, да, а чтобы вот, как бы, в камеру, в камеру, как бы, в видеокамеру смотришь, записываешь, и по много раз, смотрите, там, по много раз повторяла, как нужно, красиво, с выражением, думала, самые лучшие в эти моменты, вырежу, сделаю такой видеосеминар, но до сих пор так я этим и не занялась. Так что вот, пока у меня есть план, сколько лет прошло? 13 лет уже прошло? 13? Значит так, а также в других роскошных отелей и отелях, и дело это отнюдь не случайно, а для того, чтобы приучить участников ощущать себя людьми высшего класса. Таким способом предполагается расширить зону комфорта участников, изменив их внутреннее представление о самих себе. Каждый раз семинар завершается званым ужином с танцами, на которых все присутствующие обязательно должны быть в вечерних нарядах и костюмах, и также делается, это делается также для расширения пределов зону комфорта, так как многие из участников впервые участвуют в подобном ужине в шикарной вечерней одежде. Так, ну если мне цитаты, очень много цитат. Некоторые цитаты у меня даже не вошли, по-моему, в мою книгу. Если мне цитаты выписали. Спасибо. Ну, если мне цитаты у меня не вошли, то я чувствую себя бесконечно. Представьте себе. Что деньги были дарованы вам вселенной, дабы вы могли использовать их по собственному усмотрению, во благо себя и других. Если у меня будет много денег, я действительно смогу сделать для себя много хорошего. Я смогу пойти купить очень дорогой костюм или итальянские туфли за 500 долларов. Знаете, сколько времени прошло, прежде чем эта пара итальянских туфель за 500 долларов стала для меня нормой. Я сейчас имею в виду не туфли как таковые, а говорю о том, что означает само это событие в моей жизни. Оно означает не только то, что я теперь неплохо зарабатываю, но и то, что я следую иной ментальной установке, благодаря которой для меня иметь подобные туфли – это нормально. Вы понимаете, что это колоссальный скачок. Это цитаты, выписанные у меня из книг. Все меняется. Когда вы принимаете решение быть одним из тех смыльчаков, которые выбирают жизнь, а не прозебание. Именно тогда меняется все ваше существование. Вы совершаете это изменение, этот невероятный сдвиг, изменив свое представление о том, что вы здесь делаете, и приняв решение жить, а не прозебать. И эта перемена настолько грандиозна, что буквально все меняется в вашей жизни, в том числе и ваше отношение с деньгами. Не сомневайтесь, это возможно. Я здесь для того, чтобы засвидетельствовать, что сдвиги, перемены действительно происходят. Васенька хочет на ручки? Ну давай. Это цитата. Васенька, почему ты мокрый? Где там? Васенька, почему ты мокрый? Почему, Васенька, здесь немножко мокрый? Васенька, что ты немножко мокрый? Вообще-то такое, очень непонятно. Что это такое? Какая-то фигня. О! Васенька! Так. Если вы хотите обрести изобилие, будьте изобильны изначально и действуйте соответственно. Если у вас нет ничего, кроме 5 долларов, пойдите в магазин и пустите их в ход. Купите 5 предметов, по доллару каждый, выйдите на улицу, раздайте их тем пятерым, которые имеют еще меньше, чем вы. Между прочим, вы очень легко найдете таких людей. Вы всегда сможете найти кого-то, кто имеет еще меньше, чем вы. Не важно, сколько ничтожно, мал, как вам кажется, ваш достаток. Создайте такую ситуацию в своей реальности, чтобы испытать то, о чем я говорю. И вы убедитесь, что ваш мир не такое ужасное место. И так вы идете по улице и видите. Кстати, когда вы идете, когда вы видите людей, которые еще беднее вас, не жалеете их. Подходите к ним не из жалости, подходите с желанием... Васенька, что ты меня намочил? Так ты там намочился-то так? Васенька. В общем, Вася намочился там где-то, наверное, на балкончике был. Так. Подходите с желанием проявить заботу. Подходите с любовью и четко себе выясните. Любовь не жалость. Подходите из сострадания. Хорошо выясните себе. Ничто не происходит случайно. Ваши пути пересекаются самым мистическим образом. И через какое-то время мы опять находим друг друга. Иногда 20 лет спустя. Существует еще много такого на земле и на небесах, что в вашей философии и не снилось. Так что помните об этом. Нет случайностей, нет совпадений. Вы идете, вы идете по улице, вы идете по улице и отдаете последние свои 5 долларов. Что же теперь? Что происходит? На самом деле вы передвинули парадигму мыслей слова действия. Теперь вы делаете то, что сделал бы человек, который обладал изобилием. Отдаете. Вы думаете, чего не могли себе представить за час до этого, как приняли такое решение, когда полагали, что нуждали. Но сейчас вам стало ясно, что у вас всего более чем достаточно. Настолько много, что вы решили поделиться с другими. Это цитата. Цитаты. И еще очень важный момент. Рассматривайте и представляйте себя источником всего того, что вы хотели бы получить, а не получателем. Заявляя вселенскому разуму, что вы источник, вы становитесь волшебником. То есть к вам начинают векой течь большие ресурсы, блага, деньги. Вы становитесь источником чудес на космическом уровне. Кстати, это моя цитата. Здесь написано, что моя, но так давно она была написана. Так, смотрим еще по другой теме. Сейчас посмотрим по другой теме. Полезные привычки. Посмотрим, что в полезных привычках. Когда пишите, что написано? А, ну ладно, привычки не будем. Ладно, хотя может привычках тоже очень много там. Я даже и не знала, что у меня какое-то здесь написано. Это просто жесть. Смотрите, как стать миллиардером? Как стать миллиардером? Испытанные стратегии титанов богатства. Мартин Фридсон. Тысяча способов сделать тысячи долларов. Была любимой детской книгой Уоррена Баффета. А дальше чуть написано. Роджер, Роджер Ловенстен Баффет, Роджер Ловенстен Баффет, The Making of an American Capitalist, New York, New York Daily, 1996 год. О, смотрите, это не просто так тут погулять вышел. Я была Александрой Татьяной Юрьевной, я вообще готовилась, чтобы семинары, понимаете, чтобы семинары вот это вот ввести, по поводу богатых вообще, знаете, изучала. У меня все это записано, все это вам скажу. И самое главное, у меня там еще было все записано. Вот это они сказали, что где сказали, какой источник. Вы поняли, да? Это, ну, к такому семинару я подумала, вот заработаю, стану вот такой вот богатый, буду, знаете, семинары вообще про богатых и знаменитых читать. Изучала, выписывала, все не запомнишь. Смотрите, я так понимаю, с этого вот, что я прочитала, то, что у Уоррена Баффета была любимая книга «Тысяча способов сделать тысячу долларов». Это Уоррен Баффет сказал в 1996 году вот этому «The New York Daily», ну, вот это вот, «New York Daily», «Rodger Buffett, The Making of an American Capitalist». Вы поняли, да? Это не просто вот он сказал, а я даже вот кому сказал и когда сказал, и в каком году сказал. А тогда ему сказали, ну, там, может быть, сами там что-то там изобразили. Вот, записано. Сама даже удивилась. Я даже не помню, честно говоря, пока этот грант, пока этот грант не получила, я даже, честно говоря, ну, вот, Белл Гейтс, мы правду знаем, да, а вот то, что у меня записано, сейчас сама даже удивилась. Про Варрена Баффет это. Смотрите как. Ну, да, так и написано. Я даже не знаю, смотрите. Тысяча экспорт был, сделал тысячу долларов. Ватенька, не надо менять лапами, не надо лапами. Ватенька, смотрите, вне зависимости от того, каким будет состав завтрашних миллиардеров, по полу, прошлому опыту распространения чего-то, опыта распространения газет, скаутским подвигом и так далее, одна характеристика вероятно останется величиной постоянной. Радость от погони за богатством. Вот. Вот что характеризует этих миллиардеров. Радость. Ватенька, прекрати меня лапой. Ватенька, прекрати меня лапой. Вы меня лапой. Вы видите, вот это, Ватенька, я тебе сказала, не надо меня лапой. Когтястый. Давай сюда на ручке. Смотрите, радость от погони за богатством. Ватенька говорит, что нужно теперь стоя это говорить. Стоя, а какие компьютеры-то это возьму? Я это считаю вам с компьютера. Конечно, может быть, ламбанутся. Ватенька, я тебе сказала, прекрати меня трогать лапой. Понимаете, конечно, может и стоя это надо, но у меня здесь мелкие шрифты, это во-первых, шрифт можно, конечно, побольше сделать, да? Стоя, вы хотите, чтобы я стоя это сказала, а я могу вам стоя сказать. А что не сказать? Такой бред, шрифт надо побольше сделать. Понимаете, я это читаю с компьютера, я это читаю с компьютера. Вася, прекрати меня трогать, я тебе еще раз сказала. Чего там, радость от погони за богатством. Скорее сам процесс, а не пресса. Вася, я тебе сейчас покажу. Убежал. Ой, хороший мальчик, иди сюда на ручки. Смотрите, скорее сам процесс, а не приз. Тот стимул, приводящий великих создателей богатства в избранный круг, определяет наличием число капитала с десятью знаками. Скорее всего, сам процесс, а не приз. Ну, хорошо, если сам процесс, они бы тогда и большие деньги тратили, а они, я бы смотрела, такие экономистые. Дальше Билл Гейтс идет. Возможно, но никогда нельзя будет узнать наверняка, что Вселенная существует только для меня. Если это так, должен признать, что она здорово на меня работает. 1997 год. Это Билл Гейтс сказал 13 января 1997 года. Валтер из Саксон. In search of the real Bill Gates. Times. Times. Короче, это сказал Times. Это газета, наверное, что такое Times. В общем, короче, Билл Гейтс 13 января 1997 года. Тут даже еще какие-то штуки есть. Так что вот. И дальше. Компьютер на каждом столе и в каждом доме, работающий с программным обеспечением Microsoft. Кредо фирма. Январский номер Popular Electronics. 1975 год. Так что вот, у меня это записано. В 11 лет мальчик Билл Гейтс породил своего пастора, безупречно рассказав по памяти всю Нагорную проповедь. И даже где это записано. Где это Билл Гейтс сказал. Это он сказал в 1913 году. Так что вот. Но он там и писал, что у него такое IQ, что вам даже и не снилось. Он же раз у меня там на его странице смотрел. Он уже там, что у него такое IQ, которое зашкаливает. Во время обучения в средней школе Билл Гейтс уверенно заявил своему другу, что к 20 годам будет миллионером. Вот у меня все записано, все выписано. Я годы, но я на это месяц и годы потратила. Добившиеся всего сами богачи с пылом берутся за каждое дело. Друзья говорят об их невероятной энергии и интересе к жизни. Если эти фразы еще не описывают вас, вы должны немедленно начать развивать привычку радоваться каждому дню, как захватывающему новому приключению. Представляете? Вот чем я занималась в Америке. Многое не вошло в книжку, но у меня записи. Записи есть? На компьютере записи. Думаю, знаете, вот эта вот книжка, семинары, видеосеминары. Буду с этими семинарами, сделаю такой семинар, буду преподавать. Ну, понял, это вообще мечта моя такая была. Думаю, буду такой вообще с финансово свободной, независимой, заработаю огромные деньги. Прошло уже много лет. Козитивное мышление изучаю с местной науки. Говорю, что вот, смотрите, вон, привожу вам там. Что-то я выписывала, что-то находила в книгах, где-то там в видеокниге. Все это записывала, выписывала, то, что мне это интересно, что надо будет. Вы поняли, да? Записи, огромное количество записей. Но то, что было в таком режиме вручном, я это все выкинула. То, что на компьютере осталось, оно осталось на компьютере. Так что вот. С 2002 года, в 18 лет, занималась позитивным мышлением, его долг 13 тысяч рублей из электричества. Стыдно кому сказать. Вот что говорит Воррен Дайер, доктор, психотерапевт, лектор и всемирно известный автор. Это из книги. Кстати, очень шикарные книги у доктора Дайера, тоже одни из моих любимых. Это большая цитата, которая тоже вошла в мою книгу «Тайная психология денег. Секретом богатства и процветания». Хотя мне нравилась работа преподавателя в университете. Что-то внутри меня подсказывало, что мне нужно уволиться по собственному желанию, что нужно изменить курс и двинуться в совершенно ином направлении. Я почти год боролась с идеей уволиться. Мне кажется, что могу, ну, здесь мелковато, я, конечно, могу это встать. Вась, Масенька, что ты здесь раскидался, блин? Ну, стоим, могу, конечно, вам стоя это зачитать. Зачитать, конечно, могу и стоя. А, куда она сейчас, она задала мне вот это вот. Тогда мне нужно более, знаете, этот текст, более этот текст. Мелковато. Хотя мне нравилась работа преподавателя в университете, что-то внутри меня подсказывало, что мне нужно уволиться по собственному желанию, что нужно изменить курс и двинуться в совершенно ином направлении. Ну, более, тогда нужно это сделать, изменить шрифт. И тогда он может, может, дать все скинет, или шрифт как-то изменить. Более широкий шрифт сделать. Изменяется этот шрифт, нет. О, изменяется шрифт здесь, более широкий шрифт. Как-то так красивенько, знаете, нужно еще и гладить как-то тут вот. Как-то, что-то, ремешок, и что-то такое сделать-то, чтобы красиво еще. Картинка-то была. Или рукой так это? Я почти год боролся с идеей уволиться и отказаться от опоры в виде чека, выдаваемого два раза в месяц. Наступил день, когда в моей голове возникла очень яркая картина. Я увидел себя совершенно одиноким в своем предприятии, без каких-либо гарантий и все-таки безмятежным, как никогда в жизни. Я понял, что это тот самый день, тот самый день, когда через несколько часов я официально уйду в отставку и больше не смогу рассчитывать на зарплату. Приехав в университет, я немедленно направился в декану. Там кое-что у меня, это три точки стоит, значит, там были, там слишком большая была выдержка из книги, я ее сократила, там точки поставила. Наш разговор был коротким. Я сказал, что хочу уйти и заниматься тем, что искренне, во что искренне верю. Я попросила, он попросил меня еще раз подумать и обсудить это с семьей и коллегами. Но я заявил, что это уже совершилось в моем разуме, в моих мыслях и что осталось лишь выполнить формальное воплощение в физическом мире. Прокинув кабинет декана, я пошел к себе, внутренне сияя. Я был свободен, свободен, уверенно двигался в направлении своих мечтаний. Каждое препятствие, встречавшееся на моем пути, хотите, как сфинучка ломбады одену? Ну, это, наверное, лучше, да? Ну, как-то очень скоротко. Ох, я такая оргазмическая звезда, фея, оргазмические потоки. Каждое препятствие, встречавшееся на моем пути, оборачивалось благоприятной возможностью. Мне сообщили, что моя книга выйдет минимальным тиражом, и что даже если я разверну широкую рекламу в средствах массовой информации, ничего хорошего из-за этого не выйдет, так как книжки, книжные магазины не захотят затоваривать с моей книгой. Один специалист по рекламе сказал мне, что единственный способ пообщаться с каждым американцем в 1970 году – это телевидение. Но такой вариант был, пожалуй, закрыт для меня, так как я еще не имел общей национальной известности. Я предположил, что я должен быть счастлив, если мне удастся продать несколько тысяч книг. Такова была точка зрения и многих других людей, которые знали издательское дело не понаслышке. Но казалось мне, они не знали великой истины Виктора Виго. Здесь мы сделаем такую паузу, чем мне это все понравилось. Знаете, вот это уже как-то, как-то, что богиня, просто богиня секса. Возьми, веди сюда на ручки. Нет ничего сильнее идеи время, которое пришло. Но казалось мне, они не знали великой истины Виктора Виго. Нет ничего сильнее идеи время, которое пришло. Так что вот, я использовал каждый барьер. Ну, еще раз повторим. Нет ничего сильнее идеи время, которое пришло. Я использовал каждый барьер на своем пути, как возможность поверить в себя. Ну, я делала, знаете, такой платья, сделала такой ретровый тон, это было, я тебе решила, я сделала здесь такими пешечками, заколоть. Ну, готовить надо, конечно, я когда-нибудь это выставить цвет, и все, в общем, как-то вот это да. Значит так, я использовал каждый барьер на своем пути, как возможность поверить в себя. Каждый раз это срабатывало. Прогоняя все эти события через свои мысли, я представлял их совершаться, а, я представлял их совершаться без борьбы с кем-либо или чем-либо, только с радостью и любовью. Финансовые проблемы разрешались каким-то, как-то сами собой. И однажды, когда я выступал на радио в Стэн-Луисе, мне позвонил Артур Пайн, мой друг и агент, который сообщил мне, что моя книга на следующей неделе попадает в список бестеллеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Под номером восьмым я добился того, что почти каждый назвал бы невозможным. Я добился того, что почти всякий назвал бы невозможным. Что дальше? Но все это только начало проявления моих внутренних образов и мыслей. Я приобретал, я приобретал, я приобретал, что кто-то матом ругается. Сейчас мы посмотрим. Вон Иса, по-моему, это Иса бегает. Иса бегает. Мужчина матом ругается, не поняла. Иса бегает, это Иса, да? Вот там вот, вот такой черно-белый вот этот вот. Это Иса, наверное, побежал. 677, машина. Мужчина, наверное, кого-то зовет. Мужчина, наверное, кого-то зовет. Это текст. Обратите внимание, это текст на компьютере. Это текст на компьютере. 21 час 53 минуты, 27 июня 2020. Моя эксклюзивная кровать. Сейчас нужно убраться за Васенькой. Васенька здесь покакал. О, Васенька покакал на балкончике. Вот там это Иса. Иса, в общем, бегает, отдыхает. Васенька здесь покакал. Васенька покакал. Сейчас здесь уберусь. Васенька покакал. Сейчас возьму бумажку, уберусь, Васенька. Выкину говно в этот унитазик. Вот кошечка гуляет. Васенька, это моя мама там гуляет. Кошечка гуляет. Это, наверное, вот эта кошечка, да? Сейчас я уберу это говно. Васенька, не надо здесь вот это вот ходить. Ты на кого там это хочешь? Сейчас я уберу это говно. Он и гладит. Он и сагладит всю кошечку. Вот такие добрые восточные мужчины. Кошечек любит. Вот, кошечек любит восточные мужчины. Это мой лайф-джорнал. Александра Татьяна Юрьевна. Мое новое имя, учета, фамилия. Татьяна Салмановна Макту. Сейфудин. 48 лет. Иногда забываю, что мне уже 48 исполнилось. Несколько дней назад. Рост метр 75. Брэндирую себя. Делаю из моего имени мировой бренд. Так что вот. Смотрите, два маяка. Ой, котеночек там. Васенька, этот твой братик там с мамочкой. Васенька. Ох, это котеночек. Вон она с мамочкой. Вот этот котенок. Зато этому котеночку повезло. Такой же большой. Тоже большой маячик с мамочкой там играется. Обратите внимание. Он и за ясой бегает, этот маленький котеночек. Смотрите, за ясой бегает этот котеночек маленький. Белые машины. Паркуются. Восточные мужчины любят белые машины. Белый цвет. В общем, говно сейчас, Васенька. Сейчас я уберу это говно. Возьму бумажку. Уберу говно. 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 Возьму бумажку. Возьму бумажку. Возьму бумажку. Возьму бумажку. Возьму бумажку. Здравствуйте. Продолжение следует... 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 так что вот такие вот дела показываю себя крупным планом когда-то работала машинистка журнале правоведения а так у меня высшее юридическое образование юридическое выпуск 1997 года с вбгу печернее отделение